МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрю, скажи мне, честно, я вчера сильно облажался. Нет, мы ушли раньше. Твой позор видел только таксиста. Да, и я заплатил за химическую салон. Сколько? Да. Доброе утро, Андрей Ильич. Напоминаю, у вас в 10 начинается прием. Лора Павловна, за 15 лет работы я заслужил один раз опоздать. Я все-таки лучший гинеколог стороны. Я передам это Якову Михайловичу. Думаю, это скрасит его ожидания. Хорошо. Стоп. Какому Якову Михайловичу? Нашему? Натанцону? Вашему Натанцону. Он в клинике со своей женой. Он что, уже приехал? А про козу и роды рассказывал? Еще нет. Ну, поторопитесь. Лора, я умоляю, отвлеки его. Ну, это лишнее. Яков Михайлович всегда найдет, чем заняться. Мы вас ждем. Я еду. Андрюк. Вот представьте, ее привозят на 32-й неделе с подозрением на аппендицит. Уже проблема. Делаем КТГ. И лучше бы там был аппендицит. Рука ребенка буквально торчит из нижнего сегмента матки. Ну, естественно, вода уже в душной полости. А плода ничего не узнаешь. Да это уже и не важно. Уже не до этого. Понимаем, что надо кисарить? Вскрываем. Ну, что, как ты после вчерашнего? Голова не болит? Угу. Когда повторим? Ты ведь теперь человек свободный. Это была разовая акция. Я, конечно, человек свободный, но я женат. Пока ищу. У меня совещание. И тут один наш ассистент, весь бледный, берет и латерально разрыв расширяет. Она, естественно, кровит, все показатели падают. Я ему кричу, стой, не двигайся. И вот тут, как во сне, он поворачивает и мальца извлекает. Я думал, я концертом. В результате ребенок цело не вредим. И все благодаря этому зеленому юнцу, который до этого чуть не угробил женщину. Мне было 23. Здрасте, Яков. Здрасте, здрасте. Мне в 23 только-только доверили давление в палате, Бересь. А я, между прочим, тоже отличница была. Да? А кто еще у нас отличник? Да что? Я вашего многоуважаемого Андрея Ильича готов был выкнать на каждой сессии. Его хвосты тянулись годами. Андрей Ильич, а до нас другая информация доходила. А мне кажется, Одиссея доктора Коваленко на первичке немного затянется. Ладно. Пойду. Здравствуйте. Андрей Ильич, а можно мы послушаем еще хотя бы про один случай из практики Якова Михайловича и все вместе пойдем? Хорошо. Ну, только один и, короче. Про козу он будет рассказывать. А Андрей Ильич вам рассказывал, как он у козы его дополняет? Яков. Яков Михайлович, расскажите, пожалуйста, очень интересно. Лора. Да, Андрей Ильич. Сынок, мне всегда помогало. Помажу и все проходит. А тут напасть. Крем вроде хороший. С ядом. Из Румынии везут. Анастасия Геннадьевна, я вам еще раз говорю. Он для суставов. Все пройдет, если перестанете мазать. Там. Маша, это нормально. Нет, не нормально. Тебе не нужно психиатру. Это не голоса в голове, это мысли называются. Они у всех есть. Почти. Доктор, у меня изжога. Я чешется. Егор Андреевич, у меня сыпь. Я вчера поскользнулась. От меня ушел муж. Мне просто спросить. Алло. Ну, поздравляю. С понижением. Это временно. Андрей Ильич решил, что мне нужна практика диагностики. Пара интересных случаев, и я буду снова оперировать. Егор, мама юриста уже наняла. Документы на развод готовит. Ты обещал помочь. Ну, а я-то тут при чем? Думаешь, твой отец будет слушать мои советы о семейных делах? К нему еще на танцон приехал, а ему явно не до этого. Спасибо за помощь. Следующий. Ольга уже на 25-й неделе беременности, а у нас опять начались старые проблемы. Пять лет назад у нее развелась внутренняя окклюзионная гидроцефалия. Голова болела так, что просто лезла на стену. Никакие анальгетики не действовали. Провели правостороннее шунтирование. Вроде все благополучно. Ну, а теперь она говорит, что… А теперь я почти ничего не вижу. Эти все как будто за пеленой. Я все понимаю, кроме одного. А зачем вам я? Андрей Ильич, пациент – это пациент. А жена и ребенок – это жена и ребенок. Голова должна быть ясна. Руки не должны трястись. Яков Михайлович, я сделаю все, что смогу. Но не как ваш помощник, а как главврач и лечащий врач. Поэтому я сам буду выбирать метод и курс диагностики. Ну, поэтому мы здесь? Ну, тогда накатай головного мозга. Вот. Направление на общий анализ крови и мазок на флору. Даже на лимфогранулематоз? Я еще узнала, что есть анализ на данного нос. Я на женском форуме прочитала. Данного нос – редкое заболевание, которое встречается только в тропиках, так что не переживайте. А если кто-то из тропиков встретился с кем-то из Москвы? У вас был новый партнер? Нет, Хорхе – это не партнер. Он друг. Ну, чуть больше, чем друг. Он как Женя, Витя, Андрей. Я уравилась, Мусан. Просто так сразу понятно, подходите вы друг к другу или нет. Ну, чего время зря терять. Логично. Пожалуйста. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Добрый день, Лор Павловна. Вы, как всегда, чудесно выглядите. Мне бы передать документы доктору Филатону. Насколько я понимаю, это может сделать только самая роскошная женщина в этом месте. Спасибо. Всегда приятно слышать комплименты от человека, которого видишь в первый раз в жизни. Какая вы умная женщина. Я бы от такой никогда не ушел. От меня и не уходили. Фила-то в кабинете. Можете сами отдать. О случаях, когда документы такого толка я передавал будущим бывшим мужьям сам, мне напоминают три вставленных зуба и два переломных ребра. С тех пор я предпочитаю более безопасные методы работы. Музыка. 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 Ой, я, наверное, не сюда. Или я все-таки сюда. Музыка. 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 Вы уверены? На все сто процентов. Стадия декомпенсации, амблиопия, экзофтальм, нестагм спонтанный. Оль, понимаешь, у тебя... Сместился шунт, увеличилось давление. Поэтому, с одной стороны, я слеп, а с другой, страдает маточно-плацентарный кровоток. Ну, я десять лет живу с гинекологом. Наверное, что-то понимаю. Андрей, лучше скажите, что с этим делать? Мы проведем две операции одновременно. Кесарева и восстановление положения шунта. Другого варианта нет. Кесарева сделаю я лично, а наш лучший нейрохирург параллельно прооперирует по своему направлению. Промедление опасно для вас обоих. И вы это, Яков Илья Михайлович, прекрасно понимаете без меня. Хочу поменять противозачаточные. Мне их прописали, но меня от них почему-то подташнило. На первых неделях это нормально. Третий месяц уже. Давайте левую. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, давайте прокатимся на Руси. Что, серьезно? Скажите, а вы успели хоть какие-нибудь анализы сдать? Только посев на Флору. А потом я встретила его. Он такой одинокий был, держал свой сэндвич. Наивный, девственный, такой хорошенький и... Похоже, о гиперсексуальности. Спасибо. Это не комплимент. Это может быть симптомом серьезных нарушений. Кровь на териотропный гормон. А потом к вам? Сомневаюсь. Очень сомневаюсь. И сопровождайте до каждого кабинета. Пойдемте? Пойдемте. До свидания. До свидания. До свидания. Алиса, как это понимать? Андрей, я знаю, что сегодня не вовремя. Мне Лора Павловна сказала, что у тебя операция жена на танцовую. Я просто не знала, я бы перенесла. Я говорю, как это понимать? Согласно статье 1-го семейного кодекса, базовой ценностью для построения семьи является чувство взаимной любви. В настоящий момент эта базовая ценность утрачена, поэтому сохранение семьи видится невозможным. Ну, скажи, что ты меня не любишь, и я все подпишу. Удачной операции. Как она с такой кистой вообще дошла? Расположение такое, что боли почти не было. Только утром на полном очевом прооперируешь. Ты молодец. Я бы пропустила. Пойдем с Илатовым поговорим. Пошли, пошли. Андрей Ильич, я понимаю, что у вас операция впереди сложная, готовиться надо. Но у нас вот. Тяжелая запущенная киста с пробадением. На задней стенке. Нужно срочно оперировать. Егор заметил на первичке. Оперируешь. Вика, готовьте операционные. Справитесь сами. Андрей Ильич, да, конечно. После на первичку. Успеете еще принять пару пациентов. Понял. Андрей Ильич, я такое только в кино видел. Сижу у себя в кабинете, никого не трогаю, ем бутерброд. Вдруг распахивается дверь, и входит она. Смотрит на меня, просто взглядом раздевает. Я на нее, она на меня. Я потом снова на нее, она на меня. И он такой, просто электричество в воздухе. Ну и тут ты проснулся. Секс в стоматологическом кресле. Ты даже имя ее не спросил. Сбегал на охрану, а там все по нуля. Сейчас, Ладочка, иди. Да у меня вот даже губы отрезались. Операционная на другом этаже, доктор Шапьер. Ты что здесь думаешь? Я знаю, там Рита. Я отправила ее на гормон, как вы сказали. А она, в общем, там врач из педиатрии, и теперь счастливый ходит. Одно отправил? Ну да, вы же сказали, операционную готовить. Нужно все успевать делать, если хочешь быть хорошим врачом. Где она? У меня ординаторская, попросила Машу, ее посторожить. Ну и как это понимать, Маргарита? Ну, никак не могу с собой совладать. Ну, а разве кому-то от этого плохо? У вас нарушение мозговой деятельности, Рит. Патология. А вы женаты? А вы вообще слышали, что я до этого сказал? Ну, от сексуальности меня лечить не надо. Вы просто мне скажите, здоров я или нет. Вот все. Проследите, пожалуйста, за сдачей анализов. Насильно заставить лечиться мы не сможем. Доктор, вы можете меня заставить делать вообще все, что угодно и где угодно. Понятно. Доктор Шапира в операционной. Маш, проконтролируйте, пожалуйста, все. У меня права не отври. Алис, ты уверена? Уверена. Не могу, будешь устала. Нет, я тебя, конечно, подержу в любом случае. Куда ты там собирался? Выпью, поедим, танцую. Тебе надо развеяться. Начинаем вскрытие вручную полость. Скальпи. Обрабатываем операционное поле. Делаем прокол. А по неврозу. Ножницы. Вводим манипуляторы. Прохожу канал. Конец шунта в левой третьем. Устраняем жидкость. Накладываем аглигатуру на ножку кисты. Успешно. Девочка 2, 849 сантиметров. Ольга пришла в себя. Видит. Правильно про себя говорят. Что-то лучший гинеколог России. После вас. После меня. Успешно? А у вас? Ну, а как может быть у лучшего гинеколога страны? А что, Яков Михайлович проводил операцию? Завтра. На первичку. Процесс перевоспитания. Процесс долгий. Андрей Ильич, анализы Маргариты готовы. Все чисто. Инфекции нет. Отлично. Судя по всему, вам очень понравилась наша клиника, юрист Юрий. Надеялся получить подпись вашего шефа. Но видно, она сегодня не появится. И все-таки что вы тут забыли? Юрист Юрий. Вам все так быстро бракоразводные бумаги отписывают? Может, что-то покрепче? Я сразу поняла, что вы не безнадежны. Этот развод будет долгий. И на этой почве, я думаю, мы будем встречаться часто. Какой вы юркий юрист Юрий. Голова у тебя болит. Она уже у тебя болит от Андрея. Ну и от развода. Я предлагаю девочке тот сак. За Алису не филатау. Украина, ты а че? Привет. Привет. Максим. Это мои подружки. Я понял. Будешь шампанское? Нет, спасибо. Мне сок ананасовый. О, чем у тебя. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok